Водленд Хиллс Водленд Хиллс Я думаю, что никто вам так и не объяснил, почему это происходит и почему это напрасная трата вашего времени, если ваша цель – финансовый успех. Я повторю, это видео предназначено для людей, которые готовы вложить в дело 100% собственных усилий, а мы покажем один из правильных путей, объясним, почему он правильный и приведем доказательства его эффективности. Я говорю, что вы должны вложить 100% своих усилий, однако это не значит, что вы должны уделять этому делу все свое время или отрывать время от семейной жизни. Я этого не делал. Также вам не требуется предшествующий опыт. У меня его не было. В течение следующего часа мы будем говорить о серьезном бизнесе, в котором качественные товары и услуги продвигаются до конечного потребителя и выстраиваются солидные компании. Вы узнаете о бизнесе, который позволил мне построить компанию с ежегодным товарооборотом в 25 миллионов долларов. Разумеется, такие компании создавались и раньше, однако в данном случае компания была создана без наемных сотрудников, взаиморасчетов, накладных расходов и с минимумом товара. Помню, как я сказал об этом одному предпринимателю, и он ответил мне, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тогда я спросил его, разве это причина, чтобы не знакомиться с делом? Он задумался на пару секунд, а потом сказал, это было бы неразумно. Я предлагаю вам не просто посмотреть это видео, а тщательно его изучить. Для начала я хочу создать равные условия для тех, кто знает, как нужно оценивать бизнес, и тех, кто этого не знает. Потому что мои объяснения не помогут, если вы не научитесь оценивать деловое предложение. Когда человек чего-то не понимает, ему легче всего сказать, ааа, это не работает. Итак, чтобы создать эти равные условия, я дам вам четыре основных критерия для оценки бизнеса. Первый критерий. Огромный расширяющийся рынок. Если бы вы были лучшим в мире производителем грампластинок, имело бы это значение в наши дни? Нет. Не важно, насколько вы хороши в индустрии, которая отжила свое. Второй критерий. Уникальный и расходуемый продукт. Сначала об уникальности. Если ваш продукт не уникален, вам нужно конкурировать с другими по цене и удобству. Кто предлагает более низкую цену, тот находится ближе к клиенту. Но если ваш продукт уникален, то клиенты придут к вам. Теперь о расходуемости. Если ваш продукт не расходуемый, то вы вынуждены искать новых клиентов для продажи. Вам нужны постоянные продажи расходуемого продукта. Например, всякий раз, когда клиент поднимает трубу телефона, подключается к интернету, оплачивает членский взнос, включает свет, заказывает очередную коробку или бутылку, то вы хотели бы получать с этого постоянные комиссионные, приносящие стабильный доход. Третий критерий. Правильно выбранное время. Я говорю в частности о тенденциях и моменте времени. Во все времена существования экономики были люди, которые зарабатывали деньги, и те, кто деньги теряли. Успешные люди всегда были на гребне какой-то экономической тенденции. А неудачники эти тенденции игнорировали. Как распознать многообещающую тенденцию? Нужно понять, кто их создает. Без всякого преувеличения в сегодняшнем обществе, это поколение Бэби Бумера. Это поколение людей, родившихся после Второй мировой войны, с 1946 по 1964 годы. В США их родилось 76 миллионов и около миллиарда во всем мире. Почему эта группа людей так важна? Потому что она составляет одну треть от населения США и контролирует 65% всех денег. Визуально Бэби Бумеров можно представить в виде баскетбольного мяча, двигающегося через садовый шланг. Они изменяют любую индустрию, через которую проходят. Если вы можете предсказать, через какой участок шланга в следующий момент будет проходить баскетбольный мяч, то вы можете заработать целое состояние. Я приведу несколько примеров из истории, которые наглядно продемонстрируют покупательские шаблоны этой группы людей. Все началось с компании Гербер, которая в 1940 году была практически никому неизвестна, а в 1955, всего через 10 лет после рождения первых Бэби Бумеров, продала уже 1,8 миллиарда баночек детского питания. Как только Бэби Бумеры сделали первый шаг, начали обогатеть компании, производящие детскую обувь. Когда Бэби Бумеры начали играть в игрушки, стали наращивать обороты компании, предлагающей детские игрушки этим маленьким потребителям. В 1957 году в США было построено больше начальных школ за один год, чем за любой 20-летний период до или после этого. Когда Бэби Бумеры стали подростками, начали обогащаться заведения быстрого питания, вроде Макдональдс. Когда Бэби Бумерам стало уже по 20-30 лет, какая индустрия пережила огромный рост? Конечно, индустрия недвижимости. Почему? Потому что Бэби Бумеры в это время постоянно слышали от родителей, «Пока ты живешь в нашем доме, ты будешь делать то, что мы скажем». И, конечно, они хотели иметь собственное жилье. Этот бум недвижимости продолжался 15 лет, и до сих пор некоторые люди вспоминают тот период времени, когда было очень выгодно заниматься недвижимостью. А что случилось с рынком недвижимости в конце 80-х годов? Он начал падать. Почему? Потому что баскетбольный мяч уже прошел через индустрию недвижимости. Еще один хороший пример – рынок ценных бумаг США. Я помню, как один специалист по фондовому рынку рассказывал на радио, что в прошлом был момент, когда рынок ценных бумаг испытывал подъем на протяжении целых 15 лет. Вы заметили, как опять упоминается число 15? Почему? Потому что бэби-бумеры родились между 46 и 64 годами, и этот промежуток составляет 18 лет. Для вас это число очень важно, потому что если вы попали в начало тенденции, то ваш продукт будет популярен на протяжении 18 лет. Вот почему вам важно отслеживать движение этого баскетбольного мяча. Итак, вне зависимости от того, какой у вас бизнес, он должен соответствовать текущим тенденциям или предугадывать тенденции будущих. Неважно, как долго вы занимаетесь чем-либо, или как долго вы обучались какой-то специальности. Важен вопрос – следуете вы тенденциям или нет. Не становитесь консервативным приверженцем чего-либо, только потому что вас этому обучали. Каковы же тенденции следующих лет? Сейчас средний возраст бэби-бумеров составляет 53 года. Фактически каждые 8 секунд в течение последующих 15 лет какой-то человек в этой стране преодолевает 53-летний рубеж. О чем они думают? О чем они заботятся? В чем они нуждаются? Это здоровье, внешний вид, образование, пенсия, безопасность и финансы. Это одни из основных тенденций. И если вы хотите хорошо заработать, делайте ставку на индустрии и компании, которые учитывают эти тенденции. Четвертый критерий – система приумножения усилий или финансовый рычаг. Я разъясню этот момент более подробно. В нашем обществе этому не учат. Нам внушают, что нужно получить хорошее образование, написать красивое резюме и обменивать наши знания на деньги. Проблема этого подхода в том, что если мы не обмениваем наши знания, то мы ничего не зарабатываем. Поэтому отпуск стоит нам потери и заработка. Занятие спортом стоит нам денег. Даже время, которое мы проводим с семьей, тоже стоит нам денег. Я определяю понятие рычаг как способ увеличения возможности достичь какой-то цели. Одна из разновидностей рычагов – это вложение 5 миллионов долларов под 10% годовых. Такое вложение будет приносить ежемесячный доход в 41 тысячу долларов. И даже если проводите все свое время с семьей, занимаетесь спортом или путешествуете, вы продолжаете постоянно получать доход в 41 тысячу долларов. Фактически, вы приумножаете ваш капитал. Многие были бы не прочь иметь такой рычаг, однако мало у кого он есть. Теперь я расскажу о другой форме приумножения усилий, которая доступна любому человеку, так же, как и вам. Даже если из всего фильма вы усвоите только одну эту простую концепцию, значит, можно считать, что вы вложили свое время с большой пользой. Итак, представьте, что вы владелец компании. Вы наняли только одного сотрудника – меня. Я работаю 8 часов в день. Вы работаете те же самые 8 часов, что и я. Теперь слушайте внимательно. Вы извлекаете прибыль из 16 часов работы, потому что имеете право на получение части результатов моего труда. То есть вы используете мой труд в качестве рычага, потому что я – ваш наемный работник. Теоретически, чем больше у вас служащих, тем сильнее ваш рычаг. Но вам хоть раз уже приходилось пользоваться трудом наемных рабочих? Тогда вы знаете, что в теории все выглядит хорошо, но на деле очень сложно использовать труд наемных рабочих в качестве рычага. Говорят, если у вас есть один рабочий, это одна головная боль. Но если у вас 100 рабочих, это превращается в детский сад для взрослых. И причина заключается в том, что ни один рабочий не будет работать на вашу компанию так же усердно, как вы сами, потому что она ему не принадлежит. Стоит начальнику выйти из офиса, как сотрудники кладут ноги на стол, начинают делать междугородные звонки. Когда сотрудники заходят в отдел снабжения, они берут не один карандаш, а целую горсть, прихватывают кучу скрепок и пачку бумаги. Правильно? Вы наверняка так никогда не поступали, но так делают многие. Вот правило для возникновения настоящего рычага, которое я вывел самостоятельно. Это правило также отражает суть главной идеи нашего фильма. Чтобы появился настоящий рычаг, нужно создать ситуацию, когда все участники имеют одинаковую выгоду. Только в этом случае у вас будет настоящий рычаг. Я приведу пример такого рычага. Допустим, что я брокер по недвижимости, и я нанял агента по имени Роберт. Роберт продал дом и получил проценты от его продажной цены. Такие же проценты получил и я. Почему я получил проценты с продажи дома, если его продал Роберт? Потому что я провел ряд рекламных кампаний, я обучил Роберта, я проявил инициативу и приобрел лицензию. Я шел на риск и делал множество других вещей. Поэтому я, как брокер, полностью заслужил свою часть прибыли. Но Роберт не наемный работник, а независимый агент. Он просто повесил свою лицензию у меня в офисе. Но факт в том, что брокер и агент имеют одинаковую прибыль с продажи дома. Агенты заинтересованы в том, чтобы заработать больше денег, а это одна из форм рычага для брокера. Итак, я продолжу развивать эту тему дальше, но сейчас хочу заострить ваше внимание на том, что этот пример включает все четыре принципа оценки бизнеса. Давайте повторим их. Первое. Это огромный развивающийся рынок. Второе. Уникальный расходуемый продукт. Третье. Правильное время. И четвертое. Финансовый рычаг. Если вы усвоите эти четыре принципа, то вы не только научитесь оценивать деловые предложения, но и приобретете большее понимание бизнеса, чем большинство людей. Давайте продолжим обсуждение принципа приумножения усилий, потому что это очень важный вопрос, как вы увидите дальше. В описанной выше ситуации есть большой недостаток, который заключается в следующем. Брокер может нанимать агентов, но агенты лишены этой возможности. У брокеров есть возможность применения рычага, у агентов нет. В конце концов, агенты сделают то, чего боятся все брокеры. Что произойдет, когда я, как брокер, сделаю Роберта хорошим агентом по продаже недвижимости? Что Роберт захочет сделать через несколько лет? Он тоже захочет стать брокером, не так ли? Это хорошо для меня, как для брокера? Разумеется, нет. Потому что как только он станет брокером, со мной произойдет две плохих вещи. Первое. В его лице я потеряю источник дохода. И второе. Еще хуже первого. У меня появится конкурент, которого я сам научил работать. Он знает все мои приемы. Кстати, то же самое происходит не только в индустрии недвижимости, но и в любой другой индустрии. Вы когда-нибудь слышали выражение, я работаю здесь, чтобы набрать опыта? Что это означает? Это означает, я узнаю все секреты этого дела, а затем открою свое. Если вы предприниматель, сколько работников, которых вы обучили, уже не работают на вас? Сколько вы обучили своих будущих конкурентов? Что ж, дальше еще хуже. Предположим, что Роберт открыл свою контору на той же улице. Что он сделает как брокер? Он наймет своих агентов. Один из его агентов, скажем, Линда, однажды тоже захочет стать брокером. Тогда у меня и Роберта, которого я обучил прямым образом, появится конкурент, которого я обучил косвенным образом. И это будет продолжаться все дальше и дальше. Таким образом, я сам создаю сеть обученных мною конкурентов. А что, если мы полностью изменим ситуацию? Вот блестящая идея. Давайте предположим, что я сам буду поощрять стремление Роберта к независимости. С самого первого дня я буду желать, чтобы Роберт сам стал брокером. Видите ли, единственный способ, которым вы или я можем удержать лидера, это предложить ему те же возможности роста, которые есть у вас. То есть нужно создать ситуацию, когда все участники имеют одинаковую выгоду. Итак, с первого дня я буду поощрять стремление Роберта стать брокером. И когда это произойдет, он не станет моим конкурентом, а превратится из агента в брокера, что позволит ему рекрутировать своих агентов. В качестве стимула, чтобы я продолжал помогать Роберту, я должен получать проценты с его продаж и продаж его агентов. Я это заслужил. Я обучил его, я рисковал и делал все перечисленное ранее. Конечно, проценты, которые я буду получать с Роберта и его организацией, должны быть меньше тех, что я получал, когда Роберт был моим агентом. Однако я все же должен получать эти проценты. Это мой стимул, чтобы продолжать работать с ним. Кто-то может возразить, да это же пирамида. Но что люди понимают под словом «пирамида»? Вся прибыль достается тем, кто наверху, а всю работу делают те, кто внизу. Правильно? Таково понимание пирамиды. Давайте я теперь объясню, почему это не пирамида и почему те, кто наверху, не обязательно получают всю прибыль. Позвольте сделать краткое замечание перед тем, как начать. Проблема не в геометрической форме пирамиды, потому что такую же форму имеет ваше генеалогическое дерево и структура правительства. Для строителя это одна из самых надежных конструкций, известных человечеству. Фактически все организации в мире построены по этой схеме, так что проблема не в форме. Теперь давайте разберем представление о том, что верхушка пирамиды получает всю прибыль. Вот типичная схема корпорации. На самом верху находится генеральный директор. Получает ли президент компании больше, чем генеральный директор? Нет. А заместители президента? Кто-нибудь из вице-президентов получает больше денег, чем президент? Нет. Теперь я задам вопрос, а вы подумайте над ним. Что будет, если заместитель президента станет зарабатывать больше президента? Что произойдет на самом деле? Начнется полная неразбериха. Поэтому данный процесс называется делегированием. Чем ниже уровень корпорации, тем меньше доход работающих там. Президент дает указания вице-президентам, потому что он зарабатывает больше денег. Менеджеры среднего звена отдают указания рабочим, потому что они зарабатывают больше денег. Итак, корпорация строится таким образом, что верхний эшелон получает большую часть дохода, в отличие от рядовых сотрудников. Генеральный директор любой компании получает прибыль от результатов работы всех сотрудников, независимо от того, нанял ли он их сам, или это сделали другие. Только генеральный директор получает прибыль со всех уровней компании. Гидеальность предлагаемой мною модели в том, что в ней вы имеете такую же возможность получать прибыль со всех уровней своей организации. Форма маркетинга, о которой я говорю, называется сетевой маркетинг. В сетевом маркетинге вы можете получать прибыль от усилий людей в вашей организации, независимо от того, спонсировали ли вы их лично, или это сделал кто-то другой. Помните, как я говорил, что для создания настоящего рычага нужно предоставить всем равные возможности заработка? Это как раз то, что я только что описал. Вот что делает сетевой маркетинг наиболее справедливой системой построения бизнеса. В большинстве компаний сетевого маркетинга дистрибьютор может получать прибыль с нескольких уровней своей организации. Каждый дистрибьютор в компании получает прибыль с одинакового числа уровней организации, например, с четырех или шести уровней. Предположим, что у нас есть четыре уровня. Если вы создали организацию более эффективную, чем моя, то вы будете зарабатывать больше меня, даже если вы входите в мою организацию. Данный пример показывает, что вы получаете прибыль с трех уровней, к которым у меня нет доступа, потому что каждый получает прибыль с одинакового числа уровней. В моей организации есть люди, которые зарабатывают больше меня. Знаете, как я это называю? Справедливость. Ведь так и должно быть, не так ли? Возьмите любую структуру. Разве тот, кто лучше работает, не должен зарабатывать больше других? Какая связь между послужным списком, опытом и эффективностью работы? Никакой. Если вы приносите компании прибыль больше других, разве вы не заслуживаете большего дохода? В обычной компании вы вряд ли найдете сотрудника на пятом уровне, который зарабатывает больше всех остальных. Но в сетевом маркетинге это обычное явление. Я хочу показать вам интервью, которое я взял у Чарльза Кинга, доктора философии в Гарварде и профессора по маркетингу в Иллинойском университете в Чикаго. Он фактически обучает сетевому маркетингу в университете. Доктор Кинг, спасибо, что согласились на это интервью. Спасибо, что пригласили. Доктор Кинг, расскажите о вашем образовании и опыте в сфере бизнеса. Тим, я являюсь профессором по маркетингу в Иллинойском университете в Чикаго. Я окончил магистратуру в Техасском университете в Остане, прошел стажировку в компании Exxon, а затем получил докторскую степень в Гарвардском университете в области управления бизнесом. Что еще важнее для этого разговора, более шести лет я преподаю сетевой маркетинг, провожу исследования и консультации в этой области. Учитывая консерватизм этих университетов и ваш собственный, что заставило вас заинтересоваться сетевым маркетингом? В 90-х годах США переживали экономическую депрессию, особенно пострадали Средний Запад и Чикаго. В результате прекратился спрос на выпускников университета. Сутни студентов, каждый семестр выходивших из стен университета, оставались без работы. Они возвращались к нам и просили им помочь, но нам было нечего им предложить. Как консультант по бизнесу, я начал искать альтернативные решения. Я изучал частный бизнес, франчайзинг, прямые продажи и, наконец, сетевой маркетинг. Я был настроен очень скептично и недоверчиво. Тим, можно сказать, я относился к сетевому маркетингу негативно. В Гарварде не изучают сетевой маркетинг, поэтому я ничего не знал об этой индустрии. Как-то один из моих студентов спросил, почему вы так негативно относитесь к сетевому маркетингу? Я посмотрел на этого молодого человека и сказал, сынок, я знаю достаточно, чтобы понять, что не желаю знать больше. Студент посмотрел на меня и сказал, профессор, если бы я дал вам такой ответ на этот вопрос и не предоставил какой-либо дополнительной информации, вы бы поставили мне двойку. Я подумал и ответил, сынок, ты абсолютно прав. У меня нет никаких оснований для такого вывода. Ты только что заслужил пятерку. Мы пошли в библиотеку, посетили ряд мероприятий и в течение последующих шести месяцев тщательно изучали такое явление, как сетевой маркетинг. Я побывал в ведущих компаниях, встретился с лидерами этой индустрии. Фактически я стал приверженцем сетевого маркетинга. В девяносто первом году мы стали преподавать сетевой маркетинг в университете на факультете маркетинга. Было ли какое-нибудь противодействие вашему начинанию со стороны декана или выпускников? Декан оказался очень предприимчивым человеком. Он сам искал альтернативную бизнес-программу, которую мы могли бы внедрить в обучение. Я тщательно изучил свою тему, и мы получили хорошие отзывы от студентов. Поэтому декан сказал, поддерживайте ваш уровень в этой области и продолжайте обучать сетевому маркетингу. На каком этапе, по вашему мнению, находится развитие сетевого маркетинга сейчас и что нас ожидает в будущем? Тим, сегодня сетевой маркетинг достиг зрелости. Появились современные компьютерные и управленческие системы, что позволяет компаниям сетевого маркетинга организовать свою работу очень эффективно. Например, компания может совершить продажу в Корее, в корейских вонах, мгновенно перевести транзакцию в американские доллары, перечислить их на комиссионный счет и сделать выплату дистрибьюторам в течение недели. Такого раньше еще не было. В конце 80-х, начале 90-х, мы пережили настоящую технологическую революцию, а сейчас совершаем прорыв в области профессионализма. Я подчеркиваю, профессионализма сразу на нескольких уровнях. Во-первых, все больше и больше представителей свободных профессий, врачей, юристов, директоров, учителей, приходят в сетевой маркетинг. Во-вторых, к нам постепенно меняются отношения со стороны прессы. Уолл-стрит-джорнал, Форбс, Чикаго-трибьюн, местные издания по всей стране позитивно отзываются о сетевом маркетинге. С другой стороны, университеты признают легитимность этого метода сбыта. Университет Чикаго впервые в истории этой индустрии выдает диплом в области сетевого маркетинга. Университет Хьюстона финансирует и внедряет факультативную программу по сетевому маркетингу. Многие местные колледжи включают сетевой маркетинг в свою программу. Я думаю, что эту индустрию ожидает большой рост в ближайшие 10 лет. На сегодняшний день только в США годовой оборот индустрии сетевого маркетинга составляет более 20 миллиардов долларов. В ней работает от 7 до 10 миллионов человек. Сети расширяются, отхватывая весь мир. Азию, Южную Америку, Европу рост индустрии составляет 10-12% в год. Сравните это с ростом в 2-3% в области розничной торговли. Так что, по моему мнению, сегодня сетевой маркетинг достиг зрелости. Предположим, вы разговариваете с человеком, который настроен к сетевому маркетингу очень скептично. Что вы ему посоветуете? Я посоветовал бы ему сделать то же, что сделал я. Я тоже был скептиком, но провел собственное исследование, тщательно изучил вопросы и сделал свои выводы. Всем, кто серьезно интересуется сетевым маркетингом, я рекомендую прочитать 2 специализированных книги. Первая книга называется «Третья волна». Автор Ричард По. Ричард рассматривает сетевую индустрию с точки зрения ее развития и будущих перспектив. Это легко читаемая и интересная книга. Вторая книга, которую я рекомендую прочитать скептикам, впервые была опубликована в 1998 году и называется «Ваш первый год в сетевом маркетинге». Автор Марк Ярну. Я советую изучить этот вопрос и решить для себя, какую роль вы хотите играть в индустрии сетевого маркетинга. Ставьте перед собой достиженные цели. Главная причина неудач в сетевом маркетинге – синдром быстрого обогащения. Людям кажется, что здесь можно заработать кучу денег, не работая. Я же утверждаю, что если вы поставите перед собой реальные цели и наметите план развития вашего бизнеса, то вы можете преуспеть. Если бы кто-то посетил ваши курсы в Хьюстоне или Чикаго, чему бы он научился? Тим, мы постарались объединить в нашей программе базовые навыки делового управления, особенно необходимые для управления организацией дистрибьюторов сетевой компании. Прежде всего, мы начинаем с разработки плана для дистрибьюторов. Второй модуль программы – разговор о том, как нужно применять этот план, как строить организацию. Третий модуль обучает управлению бизнесом, начиная от управления организацией из 10, 20, 30, 50 или нескольких сотен тысяч человек до управления собственными финансами. Тим, я могу сказать, что очень верю в эту индустрию, потому что она позволяет добиться успеха любому человеку, который вложит небольшие инвестиции и проявит усердие, упорство и терпение. Это было мнение профессора из Гарварда, который в прошлом был большим скептиком, но проведя собственное исследование, он узнал правду. Вы, наверное, задаетесь вопросом, «Ну как я найду всех этих брокеров и агентов?» Вы можете найти их в тех же местах, где искали бы их для любого другого бизнеса. Если бы вы начали собственное дело, и вам потребовался бы ассистент, продавец или заместитель, где бы вы стали искать его? Возможно, вы бы обратились к людям, с которыми работали раньше. Может быть, вы бы обратились к членам семьи, которые сидят без работы. А возможно, к своим бывшим одноклассникам. Или фирму, занимающейся подбором персонала. Возможно, вы бы использовали рекламные объявления в газетах или интернете. Все это работает в традиционном бизнесе, но также это работает и в сетевом маркетинге. Лично я пришел в этот бизнес, ответив на газетное объявление совершенно незнакомого человека. Но если бы мне позвонил мой друг, я бы с радостью строил свой бизнес с его компанией. Потому что для меня не важно, кто пригласил меня в компанию. Я Ларри Смит, мне 46 лет, я работаю в Денвере, штат Колорадо. Я был директором торговой компании и зарабатывал 102 тысячи долларов в год. Как изменилось с тех пор ваше отношение к нашей индустрии? Я видел в ней финансовую пирамиду, потому что много слышал о них, хотя точно не знал, что это такое. Сегодня я считаю, что единственный способ изменить свое финансовое положение применить принцип рычага для увеличения дохода. Когда вы впервые стали рассматривать возможность работы в сетевом маркетинге, вы были занятым человеком? Я был очень занятым, поэтому сетевой маркетинг заинтриговал меня. Я просто устал быть постоянно занятым и работать все свое время. Как вы нашли время этим заниматься? Я верю, что за любой успех нужно платить. И я понял, что нужно поменять ситуацию. Нужно взять часть того времени, которое я трачу на построение чужой мечты, и вложить его в бизнес, который позволит мне осуществить мои собственные мечты. Допустим, есть человек, который в прошлом работал в сетевом маркетинге и теперь опять хочет этим заняться. Может быть, в другой компании. Что бы вы ему посоветовали? Хороший вопрос, Тим. Я начинал работать в сетевом бизнесе четыре раза, не считая нынешнего. С одной стороны, я потерпел неудачу, а с другой, приобрел опыт, который теперь помог мне добиться успеха. Чтобы добиться успеха в любой области, необходимо обучение. Путь к успеху лежит через провалы и неудачи. Каковы ваши финансовые успехи? Я начал в январе 96-го года. Три месяца я работал неполный день, за третий месяц я заработал 4 тысячи долларов, за девятый месяц я заработал 10 тысяч, за шестнадцатый более 20 тысяч долларов. В прошлом месяце я заработал 28 тысяч долларов, за этот год я заработал более 223 тысяч долларов, и это только второй год в этом бизнесе. Кстати, это вдвое больше, чем моя зарплата директора компании, причем мне потребовалось 27 лет, чтобы достичь этой должности. То есть вы взобрались с вершиной одной пирамиды на вершину другой? Да, старой пирамиде больше было некуда идти, и в ней не было возможности увеличить доход. Что лучше, когда вас нанимают или когда вас спонсируют в компанию сетевого маркетинга? Я сравню два этих примера. Предположим, я хочу создать новую компанию по электронике, и мы знаем друг друга. Я нанимаю вас, чтобы вы руководили отделом продаж, и я говорю, что буду платить вам 40 тысяч долларов в год. Как я решаю, что вам нужно платить именно эту сумму? Это то, чего вы стоите? Или это только мое мнение о вас? Если говорить честно, то я буду платить вам ровно столько, чтобы удержать вас на работе, а вы будете работать ровно столько, чтобы сохранить свою работу. Это похоже на ситуацию, мы притворимся, что платим вам, если вы притворитесь, что работаете на нас. Вот важный вопрос. Могу ли я, как владелец компании, предложить вам возможности лучше, чем есть у меня? Имеют ли в данной ситуации все игроки одинаковые возможности? Нет, не имеет. Сегодня в корпоративном мире царит закон. Владелец бизнеса может увеличить свои доходы, сокращая рабочий персонал. Таково положение дел. Однако в сетевом маркетинге я могу предложить вам больше возможностей, чем есть у меня. Почему? Потому что я сам буду помогать вам строить вашу организацию. Это в моих интересах. Сетевой маркетинг – это наиболее этичный бизнес, который я видел в своей жизни. Причина в том, что мой и ваши успехи взаимосвязаны друг от друга с тех пор, как я спонсировал вас. И я не могу этого изменить. Я не могу уволить вас, даже если бы я этого хотел. Поэтому, на мой взгляд, гораздо лучше быть спонсированным в сетевую компанию, чем быть нанятым в компанию. Меня зовут Ричард Голдсбор. Мне 37 лет. Я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. По профессии я адвокат. В прошлом был владельцем и директором нескольких компаний. Кто впервые познакомил вас с сетевым маркетингом? Это интересная история. Мой отец позвонил мне с предложением взглянуть на компанию сетевого маркетинга. А я ответил ему, пап, ты, наверное, шутишь. Он ответил, нет, нет, это на самом деле серьезное предложение. Я сказал, ладно, я посмотрю, в чем там дело. Должен вам сказать, что всей целью моего ознакомления с документами компании было стремление защитить моего отца от большой глупости. Именно так в то время я думал о сетевом маркетинге. Но в результате детального анализа документов я сказал себе, это действительно имеет смысл, даже больше, чем то, что я делаю сейчас, и я думаю, что смогу этим заниматься. Так я попал в бизнес. Как изменилось с тех пор ваше отношение к сетевой индустрии? Первоначально я думал, что эта индустрия не работает. Но после того, как я потратил некоторое время на ее изучение, то понял, что это не просто какой-то вид дистрибьюции, а наиболее эффективный способ продвижения продукции на рынок. Для меня сетевой маркетинг это самый эффективный вид дистрибьюции, когда-либо созданный на этой планете, а сама дистрибьюция лучший вид бизнеса в течение ближайших 10-20 лет. Трудно ли работать в сетевом маркетинге? Я бы сказал так. До тех пор, пока мы наслаждаемся тем, что делаем, это является для нас наибольшей радостью в жизни. Но когда это требует работы, терпения и упорства, то, конечно, это трудно. В этой жизни ничего не достается бесплатно. Разница здесь заключается в том, что если вы вложите достаточно времени и усилий в развитие вашей сети, вы будете получать деньги на протяжении многих лет. Сетевой бизнес – это интересно? Это самый интересный бизнес, который я знаю. Еще ни разу в жизни я не был более счастливым и ни за что больше не вернусь в традиционный бизнес. Возможно, вы зададитесь вопросом, если компания сетевого маркетинга выплачивает комиссионные всем этим людям на 4 или 6 уровней, разве это не должно увеличивать цену продукции? Конечно, должно. Но значит ли это, что продукт доходит до потребителя более дорогим, чем при обычной торговле? Совершенно нет. В большинстве случаев он стоит меньше, чем при традиционной продаже, потому что компания сетевого маркетинга выплачивает все деньги, которые в ином случае пошли бы на рекламные расходы. Я подробнее объясню этот момент чуть позже. Самый недорогой продукт – это не всегда лучший вариант. Иногда более дорогие продукты обладают гораздо большей ценностью, чем менее дорогие. Все те, кто сначала смотрит на цену продукта, а только потом на его ценность, на мой взгляд, поступают неправильно. Я часто вижу, как продукты с более высокой ценой просто не имеют серьезных конкурентов на рынке. Теперь я объясню, как на самом деле работает дистрибьюция в сетевом маркетинге. Я продемонстрирую это на доске. Вот пример традиционной схемы продвижения товара. Как вы думаете, какова себестоимость баночки газированного напитка? Выходя с производства, она стоит около 6 центов. Затем производителю требуется продать свой продукт. Он продает его национальному дистрибьютору, национальный продает его региональному, региональный продает его местным оптовым базам, а затем начинают работать рекламные компании, что тоже повышает цену продукта. И затем, наконец, продукт попадает в розничный магазин, где он продается за 2 доллара. Разница между 6 центами и 2 долларами составляет 1 доллар и 94 цента. В данном примере я разделю эту сумму на все 6 вышеперечисленных каналов продвижения. Это не означает, что надбавка на цену продукции равна для всех каналов. Просто данное упрощение поможет нам понять, как различные каналы сбыта повышают цену продукта. Итак, 1 доллар 94 цента, деленные на 6 центов, равняются 32 центам, которые распределяются по всем 6 каналам сбыта. 32 цента идет сюда, 32 цента идет сюда и так далее, вплоть до розничного магазина. Как вы видите, при традиционном маркетинге приблизительно 85% от цены продукта это цена за дистрибьюцию, другими словами, плата за продвижение продукта до конечного потребителя. А 15% от цены продукта это его себестоимость при выходе с производства. До сих пор большинство компаний старались уменьшить издержки на производство продукции, что, конечно же, отражалось на его качестве. А сетевой маркетинг старается уменьшить дистрибьюторскую наценку на продукцию. Теперь давайте взглянем на сетевой маркетинг. Продукт стоит те же 6 центов. Производитель тоже хочет заработать, поэтому 32 цента идут ему. Национальный дистрибьютор, по сути, это и есть компания сетевого маркетинга, поэтому еще 32 цента идут к ней. Компании сетевого маркетинга остается еще 4 канала, которые можно перераспределить. Допустим, она берет деньги от одного из каналов и дает их производителю, чтобы тот произвел более качественный продукт. Вот почему в большинстве случаев качество сетевого продукта намного выше, чем традиционного. Далее, 32 цента от местной оптовой базы мы отдадим компании сетевого маркетинга на развитие и разработку новой продукции. А вот самая интересная часть. Компании сетевого маркетинга требуется продать свою продукцию, поэтому она находит дистрибьютора. Назовем его «Дистрибьютор А». Сетевая компания говорит дистрибьютору А, если ты будешь продвигать наш продукт на рынок, мы будем платить тебе разницу между его розничной и оптовой ценой. Это дает возможность дистрибьютору А покупать продукт по оптовой цене и продавать его по розничной. Само по себе это называется прямыми продажами. Затем сетевая компания говорит, «Хорошо, теперь нам нужно больше дистрибьюторов». Она может искать дистрибьюторов самостоятельно или отдать эту инициативу дистрибьютору А. Кто является лучшим кандидатом для поиска новых дистрибьюторов? Дистрибьютор продукции или компания? Конечно, дистрибьютор, ведь он является довольным клиентом и ходячей рекламой, тем самым способствуя продвижению продукции. Есть другой способ привлечения дистрибьюторов в сетевой маркетинг. Предположим, что вы дистрибьютор А, и вы приезжаете к своему брату на новом автомобиле. А ваш брат удивленно спрашивает, «Ого, где ты его достал?» Вы отвечаете, «Я дистрибьютор такой-то компании, и я зарабатываю много денег». В результате ваш брат становится заинтересованным в вашей бизнес-возможности. Итак, вполне логично, что сам дистрибьютор является лучшим кандидатом на поиск новых дистрибьюторов, нежели компания. Возьмем, к примеру, компанию Проктер и Гэмбелл. Кто продвигает продукцию этой компании? Множество компаний, правильно? Супермаркеты, частные магазины, аптеки. А кто находит этих дистрибьюторов? Агенты компании Проктер и Гэмбелл, которых она этому обучает. Эти агенты, возможно, единоразово получают комиссионные за проделанную работу. В отличие от этого, компания сетевого маркетинга не нанимает агентов для поиска дистрибьюторов, а дает возможность дистрибьюторам самим искать новых дистрибьюторов. А теперь внимание. Сетевая компания говорит дистрибьюторам, мы будем платить вам те деньги, которые в ином случае платили бы за рекламу и за наем, и за обучение агентов по продажам. Также мы предлагаем вам остаточные комиссионные со всех заказов дистрибьюторов, которых вы пригласили в компанию. Мы будем брать все эти деньги и выплачивать вам за поиски и обучение новых дистрибьюторов. Итак, в приведенном примере мы убрали два традиционных канала сбыта из дистрибьюторской цепи. Мы создали возможность для любого человека, такого как я или вы, зарабатывать деньги путем продвижения продукции и построения команды дистрибьюторов. При этом цена на соду остается прежней. Сейчас я представляю вам интервью, которое взял у президента и основателя одной из ведущих компаний сетевого маркетинга, в котором он делится своим взглядом на сетевую индустрию. Я нахожусь рядом с Томом Норфли, президентом и основателем крупной компании сетевого маркетинга, которая расположена в Далласе, штат Техас. Том, спасибо, что пришли к нам. Я с радостью принял ваше приглашение, Тим. Я знаю, что вы работали на различных управленческих уровнях в нескольких компаниях. Вы можете рассказать немного о вашем опыте? Да, конечно. Большую часть времени я проработал в корпоративном мире Америки. Я был основателем и частичным владельцем издательской компании, которая сейчас стала одной из самых больших и влиятельных издательских компаний в Америке. Я работал в компании, которая называлась Институт мотивации к успеху и занималась подготовкой управленческих кадров. Также я вложил несколько лет в бизнес по коммерческой недвижимости. Мы строили офисные здания в Хьюстоне, Далласе, Сан-Франциско. Когда вы связали свою карьеру с сетевым маркетингом? Тим, я увидел огромный потенциал этой индустрии, когда в 85-м году правительство регулировало деятельность компании IT&T. Компания заключала контракты на работу с местными владельцами частного бизнеса и решила, что сетевой маркетинг будет хорошим способом выхода на рынок. Я руководил этим процессом на национальном уровне. В итоге на территории США мы собрали около 2 миллионов клиентов. Так я осознал мощь этой индустрии. Том, все больше и больше компаний, входящих в список Fortune 500, используют сетевой маркетинг так же, как и другие мелкие компании. Все больше людей приходит в сетевой маркетинг. Как вы думаете, почему это происходит? Во-первых, они поняли, что сетевой маркетинг работает. Во-вторых, они поняли, что он быстро развивается. В-третьих, они осознали текущие экономические тенденции, которые затронули множество людей. Также они оказались достаточно умны, чтобы понять, насколько это выгодно и применить сетевой маркетинг к своей жизни. Том, мы постоянно слышим, что сетевой маркетинг наиболее эффективный метод дистрибьюции. Вы можете пояснить этот момент. Суть в том, насколько быстро вы можете покрыть страну дистрибьюторской сетью для продвижения продукции. Любой другой метод дистрибьюции основан на открытии офисов, организации их работы, размещении производственных мощностей, аренде оптовых складов и тому подобных действий. Сетевой маркетинг, в свою очередь, основан на привлечении тысяч независимых дистрибьюторов, каждый из которых ведет собственный бизнес и несет всю ответственность за него. Это очень эффективная модель корпоративной точки зрения. Я слышал, как многие продавцы задают вопрос, почему в сетевом маркетинге не действуют территориальные права. Тим, этот момент легко понять, если знать корпоративные правила. Когда вы познакомитесь с сетевым маркетингом поближе, то поймете, в нем нет территориальных ограничений. Корпоративные агенты все время задаются вопросом, что мне сделать, чтобы удержать людей на моей территории, что фактически ограничивает их. Я думаю, что это порождено неправильным пониманием конкуренции. В традиционном бизнесе вам нужна территория, потому что вы не хотите на этой территории конкуренции со стороны собственной компании. В сетевом маркетинге понятие конкуренции абсолютно противоположно. Если в традиционном бизнесе люди постоянно конкурируют с вами и отбивают себе вашу часть прибыли, то в сетевом маркетинге чем больше людей в вашей организации, чем больше они делают, тем больше зарабатываете вы. Обычные корпорации всегда стремятся платить своим агентам как можно меньше, потому что это приносит им больше прибыли. В сетевом маркетинге происходит совершенно противоположное. Действительно, умная сетевая компания ищет любую возможность, чтобы выплатить в сеть больше денег. Чем больше денег они пускают в сеть, тем больше люди говорят об этом, тем больше они расширяются, тем больше вырастает лидерам, Лидеров. Тем больше становится сама компания, и в результате она зарабатывает больше прибыли. Это полностью переворачивает обычную корпоративную модель бизнеса. Здорово. Как вы думаете, нужен ли дистрибьюторам опыт продаж? Тим, любой приобретенный навык является преимуществом, однако опыт продаж вовсе не является необходимым в этом бизнесе. Сетевой маркетинг – это бизнес от человека к человеку. Люди в нем пользуются больше своими человеческими качествами, нежели какими-то техниками продаж. Я обнаружил, что наиболее успешные в сетевом маркетинге люди – это те, кто не пользуются никакими техниками или стратегиями продаж, потому что большинство людей прекрасно распознают, когда им пытаются что-то продать, и им это, естественно, не нравится. Людям больше нравится искренний энтузиазм, тепло человеческого общения и чувство того, что их собеседник действительно заинтересован в них. Я думаю, что человеческие качества есть у любого человека, и это единственное, что действительно необходимо в сетевом маркетинге. Том, сколько вы готовы платить этим людям, чтобы удержать организацию вместе? Тим, это интересный вопрос. Чем больше, тем лучше. В сетевом маркетинге человек получает столько, сколько он заслуживает, ни больше, ни меньше. Если вы хороши в сетевом маркетинге, то получите свою оплату. Если вы еще недостаточно хороши, то вы можете этому научиться, например, у кого-то более успешного. Причина, почему люди зарабатывают так много денег в сетевом маркетинге, состоит в том, что так работает сама система, основанная на мультипликации и дупликации обычного человека. В результате сочетания при умножении и дупликации действий и талантов различных людей компенсационного плана, направленного на вознаграждение сети, и создаются такие большие чеки. Какой самый большой чек вы видели? Я думаю, что самый большой чек, выплаченный в сетевом маркетинге, составляет 1 миллион 250 тысяч долларов в месяц. Конечно, это нетипичный и экстраординатный результат, но для сетевого маркетинга не так уж удивительный. Итак, почему так выгодно быть дистрибьютором сетевой компании? Во-первых, вы можете покупать продукцию по оптовой цене. Во-вторых, это реальный бизнес без сопутствующей ему головной боли. Сетевая компания сама имеет дело с рабочими. Компания сама занимается инвентаризацией. Она сама занимается производством логистики, ценообразованием, упаковкой, доставкой, разработками и исследованиями, рекламными материалами, контролем качества, правовым регулированием и выплатами. Нам, дистрибьюторам, остается только свобода выстраивать организацию. Мы свободны от всего лишнего для того, чтобы просто рекомендовать продукцию компании. Итак, почему сетевой маркетинг настолько эффективен? Я могу ответить на это, задав вам вопрос. Кто является лучшим кандидатом для продвижения продукта или услуги на рынок? За 8 лет я не встретил ни одного человека, который не был бы согласен с таким ответом. Лучшим кандидатом для продвижения продукта или услуги на рынок является довольный клиент. По сути, это маркетинг из уст в уста. Ставьте себе картину. Вы и пять ваших друзей собрались в ресторане. Перед тем, как подойдет официант и поинтересуется вашим заказом, о чем вы все говорите. Я взял фотографию пятерых своих друзей, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения. Этот человек слева по имени Эд рассказывает всем о фильме, который он недавно смотрел. Что он говорит о фильме? О мой бог, вы должны увидеть этот фильм, даже только ради спецэффектов. Здесь Дэвид спрашивает Шерон, сколько ты потеряла в весе? Шерон отвечает, 14 фунтов, и все благодаря моей новой программе. Дэвид отвечает, Шерон, пожалуйста, запиши мне название этой программы перед тем, как мы попрощаемся. Затем, во время разговора, у Дженни звонит сотовый телефон. Она достает свой небольшой мобильник и начинает говорить по нему. Когда она завершает разговор по телефону, Эд спрашивает ее, какой стильный мобильник, может мне посмотреть? Дженни отвечает, да, конечно, он достался мне бесплатно, благодаря программе, которую я купила. Мне предложил хорошую сделку знакомый парень, который работает продавцом в магазине электротехники. Эд говорит, пожалуйста, запиши мне имя и номер телефона этого парня. Что делают все эти люди? Они продают. Они продают друг другу. Но если вы спросите каждого из них, являются ли они продавцами, они ответят, что нет. Киноиндустрия, индустрия мобильных телефонов, индустрия питания получает новых клиентов, потому что кто-то их рекомендует. Для всех этих индустрий это бесплатная реклама. Как вы думаете, вы заслуживаете оплату за ваши рекомендации? Причина, почему маркетинг из уст в уста эффективнее любой другой формы маркетинга, будь то прямые рассылки, телевизионная или радиореклама, заключается в том, что она основана на человеческих отношениях. А отношения между людьми имеют то, чего никогда не будет иметь обычная реклама. И это доверие. Меня зовут Марджери Финишелл, я живу в Калифорнии. Недавно в июле мне исполнилось 50 лет. В сетевом бизнесе я работаю около 4 лет. Как вы начали заниматься сетевым маркетингом? После того, как я получила свой результат по продукту. Раньше я отвергала сетевой маркетинг, я думала, что этот бизнес не для меня. Потом одна из моих лучших подруг, которой 25 лет, предложила мне попробовать продукт. И я согласилась только для того, чтобы доказать ей, что продукт не работает. Но теперь впервые в жизни я наслаждаюсь отличным здоровьем. Вот уже на протяжении 5 лет. Хотя до 45 лет я болела постоянно. Отлично. А как зовут вашу подругу? Барбара Куин. Как вы отнеслись к тому, что Барбара пригласила вас в бизнес? Я очень благодарна Барбаре за это. Я чувствую, что обязана ей своей жизнью, честное слово. Каковы ваши финансовые успехи? Просто потрясающие. За всю предыдущую жизнь я зарабатывала максимум 40 тысяч долларов в год, при этом работая по 60 часов в неделю. В сетевом маркетинге уже за третий год мой доход составил 170 тысяч долларов. И это только начало. Это результат всего за третий год, а мне только 50 лет. Представьте, что будет, когда мне исполнится 65. У вас был какой-либо опыт продаж? До сетевого маркетинга? Никакого. Абсолютно никакого. Вы никогда ничего не продавали за всю свою жизнь? Да, именно так. Я и сейчас ничего не продаю. Я всего лишь рассказываю свою историю. Я делюсь энтузиазмом и радостью по поводу своей программы, и это то, что покупают люди. Один человек как-то мне сказал, «Мне неудобно зарабатывать деньги на своих друзьях и родных». Если так думаете и вы, то на ком вам удобно делать деньги? Возможно, на незнакомых людях? Но как вы получаете деньги от незнакомых людей? Возможно, вы говорите, «Я предоставлю хорошие товары или услуги по хорошей цене». Но почему вы не можете предложить это своим родным? Поставьте себя на место ваших родных. Как вы думаете, кого ваши родные и друзья будут больше рады вознаградить за хорошие товары, незнакомца или вас? А как бы поступили вы? Например, моя сестра работает в печатном бизнесе. Я могу сказать ей, «Синди, если твое предложение устроит меня по цене и качеству, то я буду более лоялен к нему, чем к любому другому предложению со стороны». И это действительно имеет смысл. Говорит доктор Рональд Шиллер, «Мне 61 год, я живу в штате Миссури». 28 лет проработал зубным врачом. Недавно я получил диплом диетолога. Сетевым маркетингом я занимаюсь с марта 91 года. Это позволило мне продать клинику и заняться любимым делом, то есть исследованиями по диетологии. Сетевой маркетинг дал мне возможность распоряжаться своим временем и подарил финансовую свободу. Кто познакомил вас с сетевым маркетингом? Мой сокурсник. Как вы отнеслись к тому, что ваш приятель сделал вам деловое предложение? Очень хорошо. Я не сомневался, что речь идет о законном бизнесе, потому что хорошо знал своего друга. Я знал, что он не станет предлагать мне что-либо незаконное. Обычно врачи считают неудобным для себя рекламировать товары или говорить с людьми о бизнесе. Как это получилось у вас, доктор Шиллер? Прежде всего, я понял, что речь идет не только о превосходном методе дистрибуции, но и о качественном продукте. Поэтому я мог уверенно рекомендовать продукт своим пациентам. То есть сначала вы провели исследование продукта, а потом могли с чистой совестью рекомендовать его другим? Именно так. Я считаю, что продукт является движущей силой этой концепции. У вас не было опыта работы в торговле? Что вы скажете тем, кто по этой причине боится заниматься сетевым маркетингом? Нужно понять, что каждый человек в каком-то смысле является продавцом. Например, когда пациент нуждался в операции, мне приходилось убеждать его, почему она необходима. Другими словами, продавать ему идею операции. То же самое касается хороших продуктов. Меня воспринимают не как продавца, а как просветителя. Давайте перейдем к общей картине. Вас, возможно, интересует вопрос, как эта небольшая группа продуктов или услуг превращается в такие огромные капиталы. Кто продает все эти продукты? Неужели я должен ходить от двери к двери? Разве для этого я получал высшее образование? Разумеется, нет. Мы не ходим от двери к двери. Я видел владельцев наиболее преуспевающих рекламных агентств в мире, которые изумлялись тому, как скромная компания эффективно проникает на рынок с помощью сетевых методов, не выбрасывая 50 миллионов долларов на рекламу. Я знаю две компании сетевого маркетинга, которые преодолели планку в 1 миллиард долларов годового оборота менее чем за 10 лет. Насколько я знаю, в традиционном бизнесе найдется всего около 10 компаний, которые повторили такой успех. Я обещаю, что к концу нашего разговора о том, как происходит движение товарообороток в сетевом маркетинге, вы будете убеждены, что это происходит очень эффективно. Даже если вы генеральный директор компании из Fortune 500, это объяснит вам, почему 30% услуг компании AT&T продвигались через сетевой маркетинг. В 1996 году только в США оборот сетевой индустрии превысил 20 миллиардов долларов. И это качественные продукты и услуги, которые дошли до конечных потребителей. Такие компании, как Gillette, Colgate, Citibank, MSA, Toyota, Xerox, General Motors, General Electrics, Coca-Cola продвигают часть своих продуктов и услуги через сетевой маркетинг. Фактически, они осознали, насколько эффективен этот метод. На вопрос, кто продает продукцию, я отвечу, используя образ шестеренок, приводящих в движение объем продаж. Таких шестеренок три. Первая шестеренка — это ознакомительный объем продаж. Предположим, что вам понравилось то, что вы услышали, и это имеет для вас смысл. Вашим следующим шагом будет приобретение определенного набора продукции или услуг. Нельзя развивать бизнес, не зная продукта и не веря в него. Таким образом, благодаря вашей покупке уже на начальном этапе обеспечивается некоторый объем продаж. Я приведу пример, иллюстрирующий эту ситуацию. Как-то в прошлом, я и мой партнер составили на компьютере список новых дистрибьюторов за месяц. В тот месяц к нашему бизнесу присоединилось более 2400 новых людей. А теперь представьте, даже если некоторые из этих людей вошли в компанию только чтобы попробовать продукт, это все равно обеспечило большой объем продаж. В любом бизнесе есть два аспекта – механизм распределения прибыли и продукция. До сих пор мы говорили только о прибыли. Однако без хорошей продукции не может быть прибыли. Моя цель – дать вам исчерпывающую информацию о механизме распределения прибыли, чтобы вы полностью поняли эту схему. А информацию о продукции компании «Эйджел» вы можете получить у человека, который дал вам этот фильм. Итак, первая шестеренка для тех, кто хочет познакомиться с продукцией. Первая шестеренка приводит в движение вторую. Это оптовые продажи. После того, как люди познакомились с продукцией, и она им понравилась, они хотят использовать ее и дальше. Так работают клубы оптовых покупателей в США. Вы платите 40-60 долларов и получаете товар по оптовой цене. Подумайте о том, кто обеспечивает объем продаж при подобной оптовой торговле. Речь идет о лояльных потребителях, то есть тех, кому нравится данный продукт или цена на него. Это очень солидный объем продаж, настолько солидный, насколько он может быть. В моей организации работает около 56 тысяч человек по всему миру. Предположим, что в месяц они тратят на продукцию в среднем 5 или 20 долларов. 56 тысяч, умноженные на любое число, это очень приличный объем продаж. Третья шестеренка – это розничная продажа. Это понятно всем, потому что многие этим занимаются. Покупают подешевле, продают подороже, а разницу забирают себе. Сетевой маркетинг тоже использует этот рычаг, но здесь это только один из трех видов сбыта. Мы продвигаем продукт на рынок путем рекомендаций, точно так же, как я объяснял это ранее на примере пятерых своих друзей в ресторане. Есть еще один способ продажи продукта, который я иногда использую. Я предлагаю кандидату сначала бизнес, а потом продукт. И если он отвечает, сейчас меня бизнес не интересует, но мне интересен ваш продукт, то таким образом становится моим розничным клиентом. Теперь давайте взглянем на всю схему целиком. Вы зарабатываете не только на одном из видов сбыта, например, на розничных продажах. Вы можете заработать на всех трех видах сбыта, так же, как и любой другой в вашей организации. Когда я это понял, я уже не мог вернуться ни к одной другой форме дистрибьюции. По сравнению с этим методом, все другие выглядят менее эффективными. Возможно, вы знали о сетевом маркетинге раньше, или даже занимались им, или знаете тех, кто в этом преуспел или потерпел неудачу. Когда я впервые занялся этим делом, какой-то парень сказал мне, один мой знакомый пытался это сделать, но у него ничего не вышло. Он думал, что это должно меня испугать. Конечно, люди терпят неудачи, провалы бывают в чем угодно, даже в школьных занятиях. Самое худшее, что вы можете сделать, это сравнить себя с неудачниками, потому что вы не знаете, как они относятся к делу, профессионально или полюбительски. На мой взгляд, нельзя судить о возможностях успеха вашего дела по чьему-то чужому успеху или провалу. Судьба вашего дела, как и все в жизни, зависит от вас. Однако в этом бизнесе есть кое-что, что делает уникальным. Один мой знакомый сказал, «Тим, средний человек не смог бы сделать то, что сделал ты». Я ответил, «Да, но разве средний человек не мог бы спонсировать меня?» Представьте себе такую картину. Возьмем среднего человека, назовем его «Мистер Средний». Он не верит, что может создать организацию с оборотом в 25 миллионов долларов. Однако, будучи человеком упорным, он отправляет этот фильм и информацию о продукции компании «Эйджел» какому-нибудь деловому человеку по имени Том Деловой. Том Деловой выстраивает организацию с оборотом в 10 миллионов долларов в рамках организации «Мистера Среднего». Все, что требовалось от последнего, это суметь спонсировать Тома Делового. Затем Мистер Средний понимает, что если он проявит терпение, то со временем привлечет еще одного Тома Делового. Однажды утром Мистер Средний проснется и поймет, что он сам Том Деловой и всегда им был. Вот почему это лучший бизнес в мире, потому что позволяет любому Мистеру Среднему понять, что он может стать Томом Деловым, если проявляет достаточно упорства и терпения. К тому же польза отличностного роста даже превышает финансовую выгоду. Меня зовут Бет Томпсон. Я мать-одиночка, мне 45 лет, и я прекрасно выгляжу. Я живу на юге штата Каролина. До сетевого маркетинга я занималась недвижимостью. В сетевом маркетинге я работаю 3,5 года. Кто познакомил вас с сетевым маркетингом? Мой 18-летний сын услышал об этом в церкви от одного врача. Три месяца он упрашивал меня пойти на презентацию, но я отказывалась, ссылаясь на занятость, пока однажды он не сказал, «Ты занята тем, что пребываешь в бедности». Об этот момент моя женская интуиция подсказала мне, «Иди и посмотри, в чем там дело». С того момента изменилась вся моя жизнь, и мне жаль, что никто не рассказал мне о сетевом маркетинге 20 лет назад. Каковы ваши финансовые успехи? Пару месяцев было трудно, пока я не привлекла пару профессионалов, особенно одного владельца фирмы, по продаже акций. Он понесся на всех парах, и через пару месяцев мои доходы резко возросли. В течение первого года я заработала 300 тысяч долларов. Вы заработали 300 тысяч за первый год? Да, за первые 12 месяцев. Невероятно, что сетевой маркетинг позволил вам делать или иметь из того, чего вы не могли делать или иметь раньше. Я купила своей маме новый автомобиль, потому что у нее никогда его раньше не было. Мы купили себе хороший дом. Сейчас я могу делать подарки и влиять на мое окружение, делать пожертвования для моей церкви. И все это требует денег. Вы можете делиться больше, только если у вас есть больше. Как сказал преподобный Айк, лучше, что вы можете сделать для бедных, это не быть одним из них. Сетевой маркетинг позволяет даже очень занятым профессионалам получать дополнительные доходы и дает шанс лично или другим людям в организации спонсировать тома делового, что открывает перед ними массу возможностей. Меня зовут доктор Нестер Сик. Я по профессии врач, мне 34 года. В сетевом маркетинге я работаю около 6 лет. Как сетевой маркетинг изменил вашу жизнь? Тим, прежде всего, сетевой маркетинг дал мне и моей семье возможность выбора. Каждый раз, когда вы делаете что-то, у вас есть выбор, и этот выбор делаете вы, либо кто-то другой. Будучи врачом, я зарабатывал 89 тысяч долларов в год. А сейчас наша семья имеет в 3 раза больше. Мой чек составляет около 25 тысяч долларов в месяц. Трудно ли заниматься сетевым маркетингом? Да, но в жизни все трудно. Вопрос в том, стоит ли это того. Тим, я могу сказать, однозначно стоит. Сейчас я отдыхаю 3 раза в год, делаю все, что мне нравится, и тогда, когда мне это нравится. Так что это вполне того стоит. Вопрос в том, можете ли вы заниматься этим делом и добиться успеха. Я с вами не знаком, но думаю, что вы это можете. Как вы достигли своего нынешнего уровня профессионализма? Вы упорно продолжали заниматься своим делом, пока не научились. Если вы занялись этим бизнесом и поняли, что чего-то не умеете, измените это. Покупайте книги по теме, посещайте семинары. Гораздо легче приобрести навык, чем избегать его, пытаясь найти работу, где он не понадобится. Примите вызов и измените ситуацию. Ступите в борьбу и добейтесь победы. Представьте себе следующее. Вы работаете на обычной офисной работе и получаете 30 тысяч долларов в год. Затем компания, в которой вы работаете, говорит вам, если вы научитесь работать с этими новыми компьютерными программами, мы будем платить вам дополнительно 5 тысяч долларов в год. Вы будете изучать эти программы. А что, если они скажут, мы будем платить вам дополнительно 10 тысяч долларов в год, если вы научите пользоваться этими программами других людей в офисе? Вы согласитесь на это? Возможно. И что вы для этого сделаете? Все, что потребуется, не так ли? Что если потом компания скажет, мы будем платить вам дополнительно 50 тысяч долларов в год, если вы сможете собрать команду людей, которая будет обучать других людей пользоваться этими программами? Вы согласитесь? Так вот, сетевой маркетинг — это то же самое. Я начал заниматься этим бизнесом после службы «Миноискатель». Я абсолютно не умел работать с людьми, не зная, как мои друзья меня выдерживали. Это было ужасно. Полтора года я работал в сетевом маркетинге неполный день, и многое узнал за это время. Но я уже знал, либо ты ищешь оправдание безделью, либо добиваешься успеха. Нельзя делать вместе и то, и другое. Скажу со всей прямотой, вы уже потратили драгоценное время своей жизни, чтобы научиться чему-то. Разве вы не заслуживаете солидного дохода и возможность распоряжаться своим временем? Вы тратите свои способности, продавая свое время и помогая другим осуществить их мечты. Изучив эту индустрию, я сказал себе, разумеется, это трудно. В жизни все трудно, но труднее всю жизнь не иметь того, что ты хочешь, чем преодолеть эти трудности и убрать препятствия со своего пути. Меня зовут Роб Непсмен. Мне 66 лет, я живу в Миссури. В прошлом я занимался продажами. В сетевом маркетинге я работаю уже более 30 лет. Ни для кого не секрет, сколько я зарабатываю. Мой доход превышает миллион долларов в год. Лично мне это дает возможность поддерживать хорошее здоровье, помогать другим, не зависеть ни от кого, радоваться жизни и наслаждаться полной свободой. Как сетевой маркетинг изменил вашу жизнь? Очень сильно. В прошлом я был хроническим должником. Сейчас я могу полностью обеспечивать все нужды своей семьи. Мы можем позволить себе очень многое. Также мы можем передать все это нашим детям и внукам после того, как сами уйдем из этого мира. Наш доход будет продолжать поступать им благодаря тому, что мы в свое время его создавали. Для сравнения, если бы я продолжал работать на корпорацию и со мной что-нибудь случилось, то правительство вряд ли стало заботиться о моей семье. А сейчас я могу спать спокойно, потому что обеспечил своей семье надежную долговременную финансовую защиту. Кстати, если вы относитесь к людям, которым нужно одобрение всех окружающих, прежде чем сделать что-то, то, скорее всего, этот бизнес не для вас. Как много вы знаете по-настоящему богатых людей, которых одобряют абсолютно все? Именно абсолютно все. Я думаю, что ни одного. Наполеон Хилл в своей книге «Дума и богатей» сказал, что страх того, что подумают окружающие, является одной из главных причин, почему большинство людей не добиваются финансового успеха. Лично я обнаружил, что если вы составите список людей, чье мнение вас волнует, то у него будет не более пяти человек. Вы действительно позволите пяти людям остановить вас на пути достижения того, чего вы действительно хотите от жизни. К тому же, это, скорее всего, не настоящие друзья. Если бы это были настоящие друзья, вы бы не боялись того, что они скажут или подумают, потому что настоящий друг никогда не будет отговаривать вас от чего-либо. Он будет вас только вдохновлять. Поверьте, у меня есть собственный опыт общения с людьми, которые хотели защитить меня. Но я знаю, что никто из этих защитников не будет платить за обучение моих детей, оплачивать мою пенсию или то, чего я хочу от жизни. Еще кое-что. Не принимайте решения на устаревшей информации. Только потому, что вы знали об этой индустрии раньше или даже когда-то работали в ней, не означает, что она полностью не изменилась. Я встречал сотни людей, которые знали о сетевом маркетинге или работали в нем несколько лет назад, но потом они еще раз присоединились к сетевой компании и зарабатывали на ней немного денег. Сегодня компании сетевого маркетинга могут предложить настолько солидные заработки для людей, что это становится настоящей профессией. Меня зовут Джо Рубино. Я живу в Массачусетсе. В прошлом я работал дантистом. В сетевом маркетинге я работаю 6,5 лет. В этом бизнесе я удвоил свой прошлый доход более чем в два раза, и теперь он составляет 40 тысяч долларов в месяц. Почему, как вы думаете, все больше профессионалов приходит в сетевой маркетинг? Многие специалисты, так же, как и я, хотят не только работать. У нас в клинике персонал состоит из 15 человек, 5 докторов в офисе. Нужно постоянно улаживать проблемы, управлять персоналом и иметь все проблемы, связанные с работой. Например, если вы не выйдете на работу по какой-либо причине, даже если просто захотите взять отпуск, то остановится и ваш доход. А сетевой маркетинг дает возможность контролировать собственную жизнь и делать то, что вы действительно хотите. Хорошо, как отреагировала ваша жена, когда вы решили заняться сетевым маркетингом? Ну, сначала моя жена Дженнис отреагировала так же, как и я, когда ничего не знал об этой индустрии. Я тоже сначала думал, что этот бизнес нелегален и аморален, или как минимум повредит мои зубоврачебные практики. В то время это был единственный способ, которым я умел зарабатывать на жизнь. Поэтому моя жена была настроена очень скептично. Как Дженнис относится к этому сейчас? Сейчас Дженнис, так же, как и я, думает, что это самый лучший бизнес в мире. Он дал нам возможность контролировать нашу жизнь, мы путешествуем по всему миру, и у нас тысячи друзей в каждом городе США и Канады. Мы наслаждаемся свободным временем, а также вдохновляем других людей добиваться успеха. Я уверен, что это самый интересный и вдохновляющий бизнес, который только можно придумать. Причина, по которой столько многие занимаются сетевым маркетингом, это желание самим управлять своей жизнью, повысить ее качество. Сетевой маркетинг позволяет это сделать. Многие жалуются, что они постоянно заняты, и им не хватает времени, будто время владеет ими, а не они временем. Что означает «не хватает времени»? Как раз здесь царит полная справедливость. У всех людей разный интеллект и разный капитал, но количество часов в сутках одинаково для всех. Вы замечали, что одни люди зарабатывают 10 тысяч долларов в год, а другие — 10 миллионов, имея те же 24 часа в сутках? Я объясню вам, в чем разница. Многие говорят, легче сделать это самому, чем заставить других. Когда я слышу эту фразу, я понимаю, что этот человек не добьется ничего существенного. Он способен только тратить время, а не вкладывать его. Вот в чем секрет. Богатство скрыто от тех, кто делает все сам. Богатство открыл тем, кто достаточно терпелив, чтобы обучать других. Когда вы поймете, как полезно обучать и вдохновлять других, чтобы увеличить собственную эффективность, вам откроется путь к богатству. Когда вы поймете, как важно обучать других, вы поймете, почему сетевой маркетинг приносит такие доходы. С его помощью вы уменьшаете свое участие в создании своего дохода, потому что вы обучаете других, воспроизводя и приумножая свои усилия. Вы находите и обучаете других, тем самым воспроизводя себя, потому что вы обучаете их учить других. Вот почему я утверждаю, кроме духовного развития и семьи, в мире нет ничего, что давало бы большую отдачу, чем время, посвященное сетевому маркетингу. Я приведу пример, иллюстрирующий это. Каково максимальное число часов работы в день? 24 часа, правильно? Это если вы не будете ни спать, ни есть. Если вы не будете спать целый год, то это составит 8760 часов. Это максимум рабочего времени в течение одного года. Помните, я вам говорил, что в моей сети работает 56 тысяч человек. Предположим, что каждый из них работает только один час в год. 56 тысяч, умноженные на один час, это 56 тысяч часов, за которые я получаю деньги. Чтобы достичь этого числа, большинству людей пришлось бы работать более 6 лет по 24 часа в сутки без сна, чтобы вложить столько же времени, сколько вкладываю я за счет одного часа работы моей сети в год. А теперь еще более поразительный факт. Предположим, что каждый из 56 тысяч человек работает по одному 8-часовому рабочему дню в год. 56 тысяч, умноженные на 8 часов, это 448 тысяч рабочих часов, за которые я получаю деньги. Большинству людей потребуется работать круглые сутки в течение 51 года, чтобы получать то, что я получаю за 8 часов в год. Сравните 8 часов за один год и 51 год работы круглые сутки. Это кажется несправедливым, не так ли? Да, определенно так и есть. Несправедливо то, что вы понимали это до сих пор, в то время как другие давно это поняли. Но как только вы это поняли, примите на себя всю ответственность. Не убегайте от этого, стараясь придумать причины, почему вы не можете этого сделать. Я утверждаю, что вы можете. Я говорю это не для того, чтобы мотивировать вас. Мне не нужно мотивировать вас. Этот фильм носит исключительно образовательный характер. Моя цель создания этого фильма — вернуть то, чем меня щедро отделила жизнь. Я говорю это, чтобы вы поняли, что разница между богатыми и всеми остальными в том, что у первых есть финансовый рычаг. При этом сетевой маркетинг предоставит вам рычаг в наиболее этичной форме. Меня зовут Ларри Лоэмс. Мне 35 лет. Я живу в Удлом Хиллс, штат Калифорния. По профессии я инженер и 7,5 лет проработал оператором. В сетевом маркетинге я работаю 9 лет на основе полной занятости. Мой первый чек составил ровно 65 центов, но в итоге я пришел к чеку в 97 635 долларов и 27 центов. Сколько времени вам потребовалось, чтобы прийти к этому? Для этого мне потребовалось ровно 16 месяцев. Как вы думаете, почему сейчас в сетевой маркетинг приходит столько профессионалов? Многие менеджеры среднего звена попадают под сокращение, даже имея высшее образование. Однажды на нашу презентацию пришел парень и рассказал печальную историю. Он работал на одну корпорацию 24 года, а потом попал под сокращение. Теперь у этого парня нет денег, но есть два ребенка. Что ему теперь делать? Где он найдет еще одну такую же работу в своем уже немолодом возрасте? Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию, и вы увидите, что крайне мало мест с шестизначным годовым доходом. Я считаю, что сетевой маркетинг сегодня это единственное место, где можно заработать много денег, честным путем и относительно быстро. Так что не нужно ждать 40 лет, чтобы занять высшую руководящую позицию в традиционной компании. Если вы хотите, чтобы вашу жизнь вернулся энтузиазмом, я скажу вам, как это сделать. Рассылайте этот фильм, пока не получите пять заинтересованных человек. Обучите их тому, что вы делаете. А когда они, наконец, уволят своего начальника, вы будете окружены самыми позитивно настроенными людьми в мире, потому что вы сделали для них то, что помогло им вернуть их свободу. И тогда ваша жизнь будет наполнена радостью, потому что настоящее счастье появляется только тогда, когда вы помогаете другим осуществлять их мечты. Итак, возьмите листок бумаги и напишите, чего вы хотите от жизни. Позвоните тому, кто дал вам этот фильм, и скажите ему «А», «Б» или «В». Вариант «В» означает «Нет, спасибо, до свидания». Это нормально, потому что ваши отношения с человеком, который дал вам этот фильм, важнее, чем что-либо еще. Вариант «В» означает «Может быть, но сначала я должен попробовать продукт». Если это о вас, тогда действуйте без промедления. Главная причина неудач в бизнесе — это промедление. Люди начинают откладывать на завтра, убеждая себя, что завтра они наверняка это сделают. Вы знаете, как это бывает. «Вот только закончу этот проект, и у меня появится время». Или «Когда мой сын вернется из школы, тогда я...» И в результате они никогда не начинают. «Не будьте такими. Приобретите продукт уже сегодня». Возможно, ваш ответ «А». Он означает «Да, безусловно». Конечно, вы еще не получили ответы на все вопросы, но увидели достаточно, чтобы приступить к обучению. Это делает честь вам и вашему умению принимать решения. Если вы смотрите это ночью, пусть вас не волнует, что человек, давший вам фильм, спит. Он не спит. А если спит, то разбудите его и скажите «Теперь я все понял и не могу уснуть». А если я не могу уснуть, то и ты не будешь спать. Поверьте, он будет вам благодарен. Позвоните ему и скажите «А», «Б» или «В». Это все. Присоединяйтесь к нам. Вы не пожалеете. Наступило правильное время. Время разумных решений. Спасибо, что уделили время, чтобы посмотреть этот фильм. Надеюсь, он оказался вам полезен. Но главная моя надежда в том, что это принесет вам пользу. Я буду рад работать с вами, если наши пути пересекутся. До свидания. Ради успеха нужно потрудиться, и его никто не гарантирует. Все давшие интервью получают высокие доходы. Каждый из них хорошо потрудился, чтобы добиться успеха. Вы должны быть готовы сделать то же самое.